Приветствую всех, братья! Ну и как, собственно говоря, я обещал, новая рубрика. Новая рубрика это все те события, что я увидел на пресс-конференции, какие итоги я могу сделать со взвешивания, с битвы взглядов и всего остального. И давайте начнем, друзья. Вот, Исраиль Адесания против Марвина Витории. Адесани мне показался очень спокоен, Виторий заряжен и видно невооруженным глазом то, что он нервничает. Вот, поэтому более уверенным мне даже посмотрелся Адесани. Опять-таки, никаких сейчас таких, это просто глобальные мысли, как я видел по взвешиванию, по пресс-конференции и всему остальному. В принципе, к ставкам это сильно никак не будет относиться. Но некоторые мысли. И мне кажется, что Адесани более уверен в своей победе, нежели Марвин Виторий, да? Главное, чтобы Виторий не натворил глупости, не полетел и Адесани очень хороший контр-панчер. Диас против Леона Эдвардса. Смотрю так, все очень много склоняются, оба парни спокойны. Диас, как всегда, там накурен и спокоен, это и всем так понятно, да? Я думаю, в данном поединке все так-то неплохо смотрится тотал больше. На полу, тотал больше тех же полутора за 1,4 дают. Но я, блин, считаю, что это почти под железку. 2,5 сейчас дают чуть ли не 1,8, что такое. В общем, неплохо, да? Вот. В данном поединке, мне кажется, не стоит ожидать быстрого завершения боя. Далее. Майя против Белала Мухаммада. В принципе, оба хорошо смотрелись и мое мнение не меняется никак. Я думаю, что Майя, все, ну как бы это пройденный этап. Оба. Форма неплохая у Дэмина, что хоть стоит отметить. Но возраст, это его главное, я думаю, ахиллесовая стопа будет, да? Поэтому я как и склонялся к своим ставкам, думаю, Белал спокойно заберет решением судей. Крейхилл. Тут вообще, друзья, было просто, просто нечно. Крейх нереально заряжен. Хилл заряжен, да? От них исходит это то, что будет происходить в ринге. Вот эта заряженность. Я думаю, тотал меньше 2,5. Третье начнется. Нет. Хотя коэффициенты уже просили, думаю, смотрится хорошо. И Крейх вполне возможно даже сабнет хила. Вот. Мое мнение такое. Далее. Дэйвисон Фигередо, Брэндон Морена. Что я могу сказать? Морена спокоен, Фигередо заряжен. Но Фигередо, знаете, вот я что конкретно хочу вам сказать, друзья. Дэйвисона, мне кажется, это не его вес. Он слишком пересушен очень сильно. И вот когда попадается соперник с нереально хорошей держалкой типа Морена, могут возникнуть проблемы. Но я думаю, бой подзатянется. То, что говорит Дэйвисон, то, что вырубит в первом, я вообще не верю. Тотал больше полутора. Сейчас кайф дают за 1,4. 2,5. Чуть ли не под 1,8, как и Диас с Эдвардсом. Так что, думаю, неплохо смотрится в целом. Добер против Риддла. В принципе, ничего такого не могу сказать. Оба парня неплохо смотрели. Все остальное. Думаю, тотал больше в данном поединке пробьется. Далее, друзья. Стюарт против этого, как у Андерсона. Вот, друзья, что я могу сказать. Я как уверен был, в принципе, в Андерсоне, да, так и я остаюсь с ним уверен. Я думаю, что первый поединок показателей. Да и на вешалке он мне показался уверенным. Такой напористый. Такой смотрит так уверенно. Типа, уже все решено до боя. Мое мнение не меняется даже после вешалки. Мерфи против Колдервуд. Что я здесь могу сказать? Я думаю, что, несмотря на все, обе девушки смотрелись неплохо. Также Колдервуд, но мнение не меняется. Я думаю, Мерфи здесь заберет. За нее сейчас дают двушку. За двушку, так как было, так и осталось, думаю, да. И к решению также можно присмотреться. Явлоев против Дауду. Знаете, были опасения, что, а вдруг Дауду, ну, блин, Явлоев настолько заряжен. Там, Дауду что-то там стоял, там, рот свой, а, мам, там, что-то. Явлоев спокоен, заряжен. Думаю, форма отличная. Мне его форма даже больше понравилась. Я думаю, будет бороть, будет спокойно, да. Чистая победа, хорошо, и решением судей, думаю, тоже, как бы, это... Не удивлюсь, если он даже сможет сабнуть, да. Поэтому где-то я брал его и чистую победу. Но не во все экспрессы они должны быть комбинированы. Вот. Далее, друзья. Кинзад. Кинзад. Кстати, она фаворитка в данном противостоянии. И знаете, она такая больше, массивней. Мне она смотрелась очень уверенно. И я думаю, то, что хоть прогноз я не успел выпустить, я думаю, что она заберет победу в данном противостоянии. Ну, а там посмотрим. В девушек сильно лезть не стоит. И здесь есть свои риски. Далее, друзья. Фривола. Блин, соперников довольно-таки неплохо. Я думаю, тут неплохая ставка. Смотрятся такие, вроде, оба тоже заряжены. Хорошо. Так, то, что я мог увидеть, я думаю, тотал более полутора здесь пробьется. Далее. Хупер Петерсон. Здесь, друзья, также, в принципе, мое мнение не меняется. Я считаю, что здесь неплохая ставка. Тотал больше полутора и полный бой. Вот в данном противостоянии. Вот что я могу сказать. И далее, друзья. Форес против Луиджи. Здесь я могу отметить то, что Форес смотрелся нереально большим. Вот действительно, по сравнению со своим оппонентом, он реально таким смотрелся, ну, блин, куда там. Но, опять-таки, это не показатель, да, но неплохо он смотрелся. Я думаю, там, может, какой-нибудь ординар, какой-нибудь Риск Экспресс, Форес, можно попробовать засунуть. Вот. Вот такие мои мысли. Ну, что ж, это все. Все мои мысли были по данному пресс-конференции. То, что, как себя кто вел, да, по взвешиванию. Так что, вот такие мои мысли. Выделитесь своими мыслями. Пообщаемся в комментариях. До новых встреч. И, как говорится, фортана. Фортана. Продолжение следует...